Здравствуйте! В эфире программа интервью. Я Ольга Могучая и сегодня гость нашей программы Любовь Губарчук, руководитель филиала благотворительного фонда «Преодолейка» города Абакана. Здравствуйте, Любовь! Здравствуйте! Сейчас прошел 4-й международный благотворительный танцевальный фестиваль «Инклюзив Дэнс». В нем принимали участие 12 стран и 40 регионов России. Вы представленен на нем Абакан вместе с нашим воспитанником дома-интерната «Теремок» Сашей Салдегашевым. Расскажите, пожалуйста, как прошло это мероприятие и что нужно было представить на этот фестиваль? Мероприятие прошло ярко, очень душевно и тепло. Галоконцерт был в Храме Христа Спасителя города Москвы. И настолько он зарядил нас мощной энергетикой, положительной, что, наверное, осталось на всю жизнь это. У меня в сердце, да, также и воспитанника Саша Салдегашева и сопровождающего Дубовских Евгения, педагога-психолога. Мы представляли две хореографические композиции. Это лирический номер и зажигательный номер. Лирический номер был мое начало, то, что Саша выражал себя, и я ему помогала это сделать, показать свою индивидуальность. А в зажигательном танце мы показали свои эмоции, свой шарм, показали наши костюмы, что, конечно же, их оценили профессионалы зарубежных и российских коллективов хореографов. А у Саши Салдегашева какое заболевание? Саша у нас с нарушением опорно-двигательного аппарата. И, несмотря на то, что есть ограничения в здоровье, вы смогли занять почетное третье место на этом фестивале, с чем мы вас и поздравляем. Спасибо большое. И расскажите, все-таки, что это дало Саше Салдегашеву? Саше Салдегашеву это дал веру в себя. Он дальше продолжает заниматься? Да, конечно, мы работаем с ним индивидуально, пытаемся сейчас выразить его, его сущность, его характер, индивидуальность как человека, как он может выразить свои эмоции. То есть у него большой потенциал, и план это у нас, конечно же, высокий. У нас помимо Саши Салдегашева еще есть подрастающее поколение, есть и девочки очень хорошие, которые хотят выразить себя, показать зрителю на сцене. То есть для них это вообще счастье. Любовь, и я вижу, что вы пришли именно с тем кубком, который вы получили на этом фестивале, да? Да, мы получили этот кубок и заняли вот третье место в соревновании по инклюзивному танцу среди команд «Современный танец» был у нас номинацией. И мы, конечно, не надеялись, что мы войдем в тройку призеров. Мы думали, ну хотя бы шестыми стать, да? То есть коллективов было достаточно, ну действительно так. Мы переживали. Я вот взрослый человек, да, как бы мне самой было очень страшно, так сказать. Хотя вроде бы я в этой деятельности с самого детства, в хореографии, да? Ну, конечно, я представляю, как это было ребенку еще с такими сограниченными возможностями. Сложно действительно. Любовь, а как Вы считаете, что эти занятия дают детям с ограниченными возможностями здоровья? Танец, несомненно, дает много пользы для физического здоровья. Я делаю акцент в основном на эмоциональное состояние ребенка. Дети, с которыми я работаю, это особенные дети. Им трудно выразить свои эмоции. Как раз танец помогает им чувствовать другого, сопереживать, выражать то, что у них на душе. А вот, Любовь, скажите, все ли дети хотят заниматься вот такими вот танцами, тренировками? Или все-таки здесь еще необходима работа педагога-психолога? В не обсуждении здесь педагог-психолог нужен и важен. Его работа неоценима. Он помогает детям поверить в себя, поверить в свои силы, преодолевает свои какие-то страхи. Вы знаете, случай был такой у нас на самом концерте, на конкурсе в Москве, что Саша боялся выйти на сцену. И, конечно же, тут и моя помощь, и помощь педагога-психолога Евгения. Мы разговаривали, беседовали, вместе все это преодолевали, все его страхи боролись с этим. И все же он вышел на сцену, достойно себя показал, достойно Хакасию нашу представил, в чем мы все дружно помогали ему. Любовь, а тяжело ли вам даются эти тренировки? Или, может быть, наоборот, вы еще больше чувствуете свою значимость? Вначале у меня были опасения по поводу того, как меня воспримут дети. Ведь они чувствительные на уровне даже прикосновения. Занятия наши начинались с того, что мы с друг другом беседовали, знакомились. Но вам эти тренировки доставляют удовольствие или все-таки вы от них больше устаете? Нет, я не устаю от них. Я получаю несомненную радость от того, что он даже, ребенок даже на колясочке покатился. Вот нам подарили танцевальную коляску в Москве. И вот мы сейчас пробуем ее, опробируем коляску эту. Любовь, а сейчас, на сегодняшний день, вы со сколькими детьми занимаетесь? У нас воспитанников в доме-интернате Теремок, около ста человек. Это те, кто живет непосредственно в доме-интернате, да. Есть дневное пребывание ребятишек, которые приводят родители. С ними я тоже занимаюсь, их тоже около 75 человек. То есть в общей сложности у вас около 200 детей? Детей, да. И мы охватываем их всех. Нет, конечно, те, кто тяжелые, совсем уже туда подхода нет у нас. Но те, кто могут, как-то что-то... Конечно, я их беру на занятия свои. Мы с ними работаем. Любовь, расскажите нам о благотворительном фонде «Преодолейка». С какого года он существует и с какой целью? «Преодолейка» – это инклюзивный танцевальный проект. Он создан в 2010 году в городе Москва. В 2011 году он уже начал свои показывать выступления. В 2015 году он открыл филиал в Санкт-Петербурге. А в 2016-м мы открыли филиал здесь. Буквально вот в мае у нас состоялось открытие филиала. А какую цель несет? Цель, конечно же, несет развитие и вклад инклюзивного направления в хореографическом творчестве. Вот эта цель... У них очень огромная команда профессионалов, педагогов, психологов и хореографов. И вот они работают над этим. Но вот этот фонд «Преодолейка» он работает только с детьми с ограниченными возможностями? Нет, он работает не только с детьми, он работает и с взрослыми, как с ограниченными возможностями, так и без, со здоровыми детьми. То есть вот инклюзивный танец – это вот именно работа здорового человека с нездоровым. И это практическая реабилитация, где раскрываются возможности человека, и неважно, какой это человек, вот именно с ограниченными возможностями или без. Танец он окрыляет, он придает сил тому и другому человеку. Человек может быть сильно ограничен в движениях, но если внутри него все танцует, он заряжается энергией. Эти занятия проводятся бесплатно. Могут дети и взрослые, здоровые, и дети и взрослые с ограниченными возможностями приходить, обращаться к нам. Мы будем рады их видеть. Располагаемся мы в республиканском доме-интернат «Теремок» города Абакана. И я благодарю вас, что вы выделили время, пришли к нам и ответили на наши вопросы. Спасибо. Спасибо вам большое.